Почему Шамиль, присягнувший российскому императору, а не умеряя в бою, не является предателем? Его воины умирали буквально дни назад, а он пленен и присягнул. Если бы Шамиль присягнул царю, и добровольно присягнул царю, и отправился бы жить на Калугу, то он был бы предателем, несомненно. Но дело в том, что он сначала сдался, то есть попал в плен, и уже после этого были все остальные истории с присягой, с посещениями балов и так далее. Поэтому все то, что происходит, когда человек находится под их властью, в их плену, неважно почетный или непочетный, к какому он ему, мы к этому всему относимся с оправданием. То есть я считаю, что его присяга не являлась искренней. И вот все то, что он делал, уже находясь у них, я за это все его оправдываю. Поэтому я не считаю его предателем, я делаю за него туа. А если бы он присягнул царю и просто отправился бы жить на Калугу, то он не только был бы предателем, он бы перестал быть мусульманином. В принципе, на него два делать уже нельзя. Здесь просто вот этот момент. Человек, да, в тот момент, то есть я сам критикую его за то, что он сдался. Конечно, это было неправильное его решение. Я бы хотел, чтобы он сразился с ними и ушел, попал бы в бою. И он тогда действительно остался бы в наших сердцах как герой. Но и перебарщивать с этим я тоже не могу. То есть этот человек, который, да, он сдался в этот момент, он принял, к сожалению, неправильное решение. Однако он не перешел на их сторону и не стал сражаться против своих вчерашних товарищей. И все то, что дальше было, когда он уже был у них в руках, это все я не принимаю и за это я даю ему оправдание. Как думаешь, ФСБ лучше, грамотно работает или ЦРУ? Кого лучшая спецслужба? У США или России? Слушай, ну сейчас, наверное, очевидно, что ЦРУшники, наверное, работают гораздо лучше. Но здесь надо разделять вот возможности российских спецслужб в плане их аналитические какие-то возможности, аналитика и исполнительная часть. Вот с исполнительной частью у них проблемы, хромает у них эта тема. Но аналитика работает у них очень круто. Здесь хорошим, наверное, примером их очень крутой работы является Кавказ. И все, что на Кавказе они мутят на протяжении долгих лет. И как у них это получается, как грамотно они там нас разводят. Это, конечно, очень крутая работа их именно аналитической службы. А вот с исполнением, да, у них бывают косяки, проблемы, проколы. Они могут на всю Европу оставить следы полония, могут где-то ложенуться, там недотравить, где-то перетравить, чтобы пострадали вообще ни в чем не повинные люди. Есть у них как бы вот эта проблема. А с ЦРУ мы же с вами не слышим о каких-то проколах ЦРУшников. Это не говорит о том, что они ничего не делают. Значит, они делают и делают это грамотно. То есть, вот эта исполнительная именно часть у них работает лучше. Однозначно. Здравствуйте, Тумсо. Такой вопрос. Если наша Родина станет независимой, какой язык будет у Кавказской Республики? Так. Наша Родина. Я думаю, ты вообще в целом про Кавказ, наверное, говоришь, да? Если ты имеешь в виду Чечню, то у тебя не возник бы такой вопрос, наверное, какой у нас будет язык. Скорее всего, ты имеешь в виду весь Кавказ, и ты, наверное, имеешь в виду какой-то язык, на котором будут все народы говорить, типа общий объединяющий язык. Как, например, в Евросоюзе есть единый язык, это английский, на котором все они говорят. Вот какой-то такой подобный язык, какой у нас будет, я думаю, первое время это будет русский. Так, как мы все на нем, в принципе, говорим. И нужно будет начать процесс очень серьезного освоения перехода на английский. И, соответственно, через какое-то время мы, наверное, перейдем на английский. Это будет целесообразно. Тумсо, привет. Вероятность, что Азербайджан будет поглощен Турцией, есть и ее влияние. Что тогда будет делать Иран? Я думаю, нет. Поглощен в плане... В плане влияния, но влияние туда он и так имеет. Будет ли это влияние усиливаться? Ну, может быть, будет. Но в плане поглощения, как, типа, присоединения этой территории к Турции, объединения двух народов в один, ну, нет, я думаю, такого не будет. Вообще, как правило, эти процессы не имеют обратной силы. Наоборот, можно расколоть общество, создать из одного народа два можно. Из-за каких-то религиозных или политических взглядов они могут разделиться и пойти по истории уже совершенно как отдельные два народа. Но вот потом снова их объединить, это, я думаю, невозможно. Так это не работает. Я даже не знаю таких примеров. Знаю очень много примеров, когда разъединяли, но не знаю никаких примеров, чтобы объединяли. Даже возьмите нас ингушами. Мы тоже недавнем, прошлом, один народ. Вот. Но уже все исторически так сложилось, что из-за каких-то там моментов мы начали развиваться как два народа. И вот эти вот процессы, они обратно никак не идут. Турки с азербайджанцами, понятно, один язык вроде там, как народ вроде тоже один. Но произошел вот этот разлом в какой-то момент. Шиизм, сунизм. Создались два отдельных государства. И представить, что они станут одним, когда есть несколько поколений уже сами себя идентифицирующих как азербайджанцы. Что они потом перестанут и станут себя ассоциировать как турки. Да нет, я думаю, нереально. Томсо, за шиизм азербайджанцев. Азербайджанцы всю современную историю называют себя азербайджанскими тюрками. Это первое. Второе, сонитов очень много. Остальные атеисты, либо прониранские черти, которых уберем. Ну, давайте здесь, наверное, каждый останется при своем мнении. Я заметил, что у азербайджанцев, причем у большинства именно сонитов наших братьев, среди азербайджанцев, есть вот это вот непреодолимое желание выдавать желаемое за действительное. Но как бы вы ни пытались это делать, действительность она совершенно иная. Вы можете, конечно, жить в каком-то своем мире, вымышленном абсолютно, нереальном. Но реальность она другая. И она удурчающая пока. А так, конечно, желаем процветания, безусловно. Субтитры подогнал «Симон»